Вы критикуете работу строителей, не понимая ее. Это равносильно тому, что прийти в магазин полуфабриката, купить котлет, не требуется продавца, почему она не жареная. Ну давайте тогда по-другому. А как оплатить мне тогда ту работу, которую вы выполнили? Которую я не понимаю. Как мне оплатить эту работу? Я пришла в магазин, я хочу получить товар надлежащего качества. Умеете вы делать или не умеете? Не умеете, уходите с рынка. Ремонт дома 27, корпус 1 на улице Юбилейная был необходим. Поэтому он и попал в программу софинансирования ремонта подъездов. Но казалось бы, радуйтесь. Жители поначалу так и сделали, обрадовались. Прошло почти два месяца с момента начала работы. Да вот картина разрухи не поменялась. Полуфабрикат, о котором говорил рабочий с 20-летним стажем в начале сюжета, так и остался полуфабрикатом. Хотя некоторые перемены все-таки появились. Испортили все окна. На окнах потеки. Мы не так давно сделали новые окна. Испортили лифт. Все в краске, все в потеках. О том, что ремонт пошел не по утвержденному плану, жители поняли сразу, когда одна за другой стали сменяться пять рабочих бригад. Мы подписывали очередные бумаги. И приезжая в очередной раз домой вечером, мы видели, что работы выполнены абсолютно другие. И на вопрос, а почему так? Мы же согласовали утром совсем другую работу. Нам говорят, что сменилась бригада и руководитель другой теперь. И это бесконечно. Но и тогда соседи не опустили рук, а решили обращаться во все инстанции, начиная с администрации, жилищной комиссии и интернет-компании. Потому что провода, которые паутины висят по всему дому, и за которые никто не хочет отвечать – самая большая головная боль жильцов. Крыша дома все время протекает, короткого замыкания и пожара опасаются люди. Картины дополняют щитки. Одни вываливаются, а другие уже не откроются. Золотой середины пока нет. Ну это ужасно. Это просто трата денег. Государственных, я так понимаю. Потому что мы попали в программу, губернатор Московской области. Вот считаю, что губернатор просто зря потратил деньги. А с этого места поподробнее. Обращаемся к руководителю управляющей компании, чтобы узнать, неужели все-таки зря губернатор тратит деньги. Работу мы еще вам ни один подъезд в данном доме не представляли к приемке. Мы еще вам не показываем выполненные работы. То, что вы дополнительно проявляете инициативу и контролируете ход производства работ, скрытые работы, это, конечно, все хорошо. Но мы еще не готовы вам показать выполненные работы. На следующий день мы вновь приехали на съемку подъездов этого дома, но уже с Дмитрием Герменчуком. За время нашего отсутствия здесь появились признаки возобновляющейся работы. Даже свежий забетонированный пандус появился. А почему же почти два месяца простоя? Основная проблема – это, опять же, кадровый вопрос. Сюда были приняты на работу для выполнения ремонта подъездов непостоянные сотрудники, то есть по срочным трудовым договорам. Исправлять будет управляющая компания. Мы выполняем эти работы. Я бы не сказал, что это бедовый ремонт. Это ремонт затянувшийся. Мы, в конце концов, с учетом всех замечаний собственников помещений и совета дома, намерены выполнить эти работы. Вместе с Ольгой, старшей по подъезду и единственным представителем жильцов на сегодняшней съемке хотим получить конкретные ответы на конкретные вопросы. Тем лучше, что народу немного. Эмоции отброшены. Надеемся на конструктивный разговор. Первое и самое опасное – провода. Есть требования о том, чтобы привести в порядок слаботочные провода, которые по стенам подъезда в ходе этого ремонта. Мы этот вопрос решаем. Значит, буквально на этой неделе в органе местного самоуправления задавали этот вопрос. И на следующую неделю планируется встреча на уровне начальника управления ЖКХ с основными интернет-компаниями. Если вопрос с проводами уже перешел на стадию решения, то вот ситуация с внешним видом стен почти безвыходная. Там была совершенно другая краска. Поэтому я понимаю, что, может быть, где-то эта текстура убрала неровности стен, но если мы посмотрим, она создала другие проблемы. То есть совсем некрасивые стены. Претензии жильцов мы постоянно слушаем по поводу этого. Тут уж, как говорится, дело вкуса. В истории были и более именитые художники, чьи полотна не признавались обществом. Что уж говорить о простых жильцах, которые хотят видеть в своем подъезде чистую классику. Да вот только их мнение в трех подъездах почему-то не учли. Как не учли и еще один фактор – человек не всю жизнь остается молодым и здоровым. Держись, держись, держись. Я дальше уже не могу. Держись, держись. Держись, держись. Те, которые имеются на счете дома и те, которые дополнительно собираются. Вот вопрос, который всех волнует. Платежки есть, строка, зарима, то, что оплачивают жители. Эти деньги используются для них? Да. И еще плюс, сколько процентов? Не менее 5 процентов. Сколько подъездов уже выполнено? 45 подъездов выполнено и 36 находятся в работе. Ну, это цифра, она как бы плавающая. Количество выполненных прибавляется и количество в работе тоже, в общем-то, оно растет. Если жильцы не принимают ремонт, что происходит затем? Устраняются замечания для того, чтобы добиться все-таки сдачи работ комиссии. Какая-то компенсация или как это все переделывать? И за чей счет это все будет переделываться? Если будет переделываться? Ну, в любом случае, жителям больше, чем согласованная смета, предъявляться мы не имеем права. Компенсироваться это будет либо за счет собственных сил и средств, либо за счет виновной стороны. И в среднем на подъезд какая смета? Девятиэтажный дом по губернаторской программе, он 340 тысяч рублей стоит. Но по факту, когда мы входим в подъезды, то добавляются дополнительные работы, которые не предусмотрены техническим заданием, но по просьбе и требованиям жителей и Совета домов, мы их вынуждены, я считаю, правильно, что мы их выполняем. Там уже смета приближается 450-500 тысяч рублей, это без замены окон. И тогда эти деньги как распределяются на жильцов? Нет. Значит, тут, если собственники помещения, если на счете дома имеются этот остаток денежных средств, то используется именно этот остаток, а если этих денег нет, то органы местного самоуправления финансируют этот разрыв. И как жители могут посмотреть, какие деньги есть на их счету? Значит, жители, те, которые желают посмотреть наличие средств, они могут посмотреть его на нашем сайте. Это общедоступная информация. Плюс она размещается на стендах при входе в подъезде. Самый главный вопрос задают отчаявшиеся жители. Когда мы сможем посмотреть нашим жильцам, нашего дома, да, с красивыми своими глазами, довольными, и сказать, что подъезды отремонтированы, и мы очень рады, что приняли участие в данной программе. Значит, мы предполагаем начать с дачи и предъявления Совету дома выполненных работ, начать с первого подъезда уже на следующей неделе. С учетом поступивших от вас замечаний, нас сегодня еще пока держат тамбурные двери, которые к нам только на следующей неделе привезут. То есть, установив их и завершив работы по освещению и по установке поручни, мы готовы будем вам предъявлять. Еще раз повторюсь, предполагаем на следующей неделе. Все, будем ждать. Дарья Линская, Денис Корнев, информационная программа «День». Продолжение следует...